Приветствую вас, давайте разберем ваш вопрос. Несколько лет назад у меня произошла крайне неприятная ситуация. Я познакомился с европейцем, который сразу стал свести себя крайне активно, говорить комплименты и звать замуж, и оказалось сумасшедшим. Это самое себе унизительно, поскольку от недостатка внимания я никогда не страдал, а тут такое. Странным сразу стало то, что он с первого дня пребывания в моей квартире затеял в ней ремонт, против моей воли. Мое возвращение не случилось, через голосовой перевозчик санимал мастеров, те, видя, что он готов платить и больше, чем надо, соглашались на такое странное взаимодействие. Достаточно сказать, что ванную и унитаз в отличном состоянии он заменил на другие и бессмысленно перенес в другой место трубы. Но мои слова, что это моя квартира, реагировала агрессивно, когда я говорила о том, что пусть хотя бы покупают материалы, которые мне нравятся, заявляла, что я лезу распоряжаться его деньгами. Достаточно, пока он уедет по окончанию крогосрочной визы к себе, я, конечно, отказался общаться дальше. И уже много времени прошло. Я заменила в своей квартире обратно все, что могла, но это беспомощное ощущение, что мои квартиры орудуют сумасшедшие, очень тяжело. Прошу совет. Ну, вам, конечно, в этой ситуации хочется в первую очередь выразить сочинствие, потому что ситуация и правда очень неприятная, вот, в которой вы оказались. Ситуация и правда довольно, я бы сказал, специфичная, вот, это правда, то есть как бы вот, ну, ситуация на самом деле довольно не типичная. Потому что, как бы, в данном случае, вот, человек ведет себя действительно странно. Ну, мой вопрос, который у меня, вот, к вам есть, вопрос, который у меня к вам есть, он звучит, или мог бы звучать, вот, ну, пожалуй, таким образом. Как бы, вы говорите, с одной стороны, про то, что вы не обделили мужским вниманием, вроде как, и с другой стороны, вы говорите о том, что, вот, познакомились с мужчиной, да, европейцем, там, и так далее, то есть, ну, достаточно далеко от нас, получается, находящим, все, вот. То есть это немножко противоречит вашей, ооо, изначальной такой позиции, да, что вы, ну, уверенный в себе человек. То есть, то есть, с одной стороны, вроде бы, вы образовываете впечатление уверенного в себе человека, который знает себе цену, да, а с другой стороны, вот, такое чувство беспомощности, оно, как мне кажется, просто так на ровном месте не появляется. Вот, мне кажется, что вы за этим что-то ставите. А, поскольку вы не вызвали полицию, вот, поскольку вы не предприняли активных попыток, попыток себя защитить, вот, я думаю, что вы испытали некоторые неприятные чувства, почему-то подавляя себе достаточно, естественно, в данной ситуации желание отстоять свои личные границы. И, собственно говоря, то, что вы, как мне кажется, сейчас переживаете, это нарушенность личной границы, неуверенность в том, что вы сможете их защитить, твои личные границы. Возможно, даже страх выступать, вот, какие-то новые отношения, вот, возможно, даже страх сближаться с мужчинами, вот. То есть это вот, скорее всего, то, что вы сейчас переживаете и то, что вас сейчас беспокоит, хотя, конечно, я могу в данном случае ошибаться и могу в данном случае быть неправ, потому, что всех тонкостей, естественно, я ситуацию не знаю, вот. Какой здесь можно дать совет? Ну, в целом, проанализировать ситуацию, вот, сформулировать как-то плюс-минус более полную картинку того, что произошло, вот, увидеть ядро травмы, травмы, вот, несмотря на то, что ядро травмы вашей плюс-минус есть, но все равно как-то, вот, на мой взгляд, нужно его поисследовать, нужно его как-то сформировать, что конкретно сформировало, вот. Ну, а сейчас, на данный момент, я могу вам сказать примерно следующее, что беспомощность по сути своей и вот такая, возможно, реакция на беспомощность, ну, на вашу беспомощность, ну, на вашу беспомощность, да, такая, возможно, реакция. Связано, может быть, скорее всего, связано с тем, что вы блокируете свои чувства, вот. Обратите внимание, где вы говорите про то, что вы внимания мужчин не обделили, вот, это хорошо, вот, это выбор, что вы не обделили внимания мужчин, вот. Но, идея, моя, по крайней мере, идея, заключается в том, что, да, внимание мужчин, вы не обделили, но в то же время почему-то ни с кем из, ни с кем из них вы не вступили в отношения, вот, ни с кем из них вы не создали, так скажем, крепкой, крепкой семьи. Вот. И, на мой взгляд, это довольно-таки важный аспект. Вот. Ну, на мой взгляд, повторюсь, на мой взгляд, это важный аспект, вот. Понятно, что могут быть нюансы, но вот обычно у человека при неотдаленном внимании мужчин, да, он что-то пытается вот компенсировать, скажем так, вот, что-то пытается компенсировать этим самым вниманием мужчин, вот. Вот. Поэтому вам бы постараться, вам бы попробовать увидеть этот момент. Потому что ситуация является, как бы, ну, можно сказать, бумерангом, да. То есть, вот, можно сказать, что ситуация является бумерангом вашей модели поведения. Вот. Я сейчас не пытаюсь вас, там, обвинить в чём-то, уличить в чём-то, мне это не нужно, вот. Но, обратно, хочется сказать, что ЭПН более, на мой взгляд, имеет под собой, как мне кажется, более серьёзную подоплёку, вот я бы, наверное, так вырезал с собой в данном случае. Это имеет, на мой взгляд, более ярко вырезанную подоплёку, вот. И то, что вы описываете, к сожалению, очень похоже на, так скажем, верхушку айсберга, вот. То есть, это выглядит, вот, так, как будто это верхушка айсберга, ну, некоторые, вот, проблематики, которые вы избегаете, ну, вот, к примеру, да, которые вы, ну, пытаетесь, вот, не замечать, скажем так. Вот, ну, до поры до времени вы не замечаете, до поры до времени, до поры до времени всё было хорошо, плюс-меньше. А потом это вот дало особернать вот в виде, в виде вот таких неприятных ситуаций, в виде таких вот неприятных моментов. Потому что вы к себе, ну, вот, невнимательно, невнимательно были, вот. Были и вероятнее всего остаётесь, невнимательно, потому что, вот. Следующий момент, следующий момент, на который, вот, хочется обратить ваше внимание, это момент, связанный с тем, с тем, каким образом, почему вы решили, что человек, смс-отчет, вот. То есть, как бы, ну, я боюсь, что не совсем в данном случае это сумасшествие, вот, я боюсь, что в данном случае мы можем говорить о том, что не столько это сумасшествие, человек, вот, в данном случае, как, вот, мне кажется, сколько мы можем говорить о том, что он просто, вот, думал, вот, что, ну, что может с вами, словно говоря, ну, ну, делать, вот, все, что, вот, хочется, вы будете, вот, условно, опять же, условно, опять же говоря, на все согласно, вот, просто потому что, вот, просто потому что он европеец, а вы, вот, потому что, ну, такое, вот, к сожалению, встречается иногда, это ужасно, это грустно, это несправедливо, вот, это отвратительно, ну, вот, такие вещи, к сожалению, бывают, вот. Поэтому, я просто не очень понял, а, почему вы решили, что он замосящий, что его поведение выглядит, конечно, его можно, поведение можно, как-то, вот, трактовать, по-разному, вот, но, мне кажется, что, главное здесь не то, что он, там, там, ну, свист, там, так-то, не это главное, а главное то, что, вот, он так сам завел, а вы, получается, ну, вот, как-то, позволяли ему. Ну, вот, с вами, с вами, с вами, так себя вести, почему-то. Вот, это вопрос, на который нужно, как мне кажется, найти ответ. Вот. Если вы хотите, конечно, на эту тему работать, да, то есть, если вы, там, ну, хотите, условно говоря, этим заниматься, вот, если вам это интересно, вот, то вам желательно, вам желательно психотерапия, вот, желательно, а, проработать, а, страйма, которая у вас, а, ну, имеется, вот, поработать с личными границами, вот, с тем, как вы, а, ну, сближаете, с мужчина, важны ли для вас, важны ли для вас мужчины, вот, почему вы считаете, что это унизительно, то есть, как бы, вот, а, насколько я, насколько я понял, не совсем известно, а, действительно мужчина самозрачий или нет, может быть, это просто такой человек, вот, но, почему это унизительно? Вот, да, потому что он вам понравился изначально, а, поэтому это унизительно, вот, ну, если, если, если так об этом говорить, то, на мой взгляд, а, в таком случае, речь может идти про ваше отношение к своим, ну, к своим, вот, потребностям, то есть, можно говорить о вашем отношении к своим желаниям, к своим предпочтениям, ну, вот, к своим выборам, а, ну, к своим решениям, вот, и тогда можно говорить об этом, в таком случае, и вполне возможно, вполне возможно, что этот аспект, этот элемент требует своего внимания, вот, не смотря на то, что вы, а, ну, позиционируете себя, как, вот, довольно-таки уверенный в себе человек. Ну, а, ну, это все, пожалуй, на данный момент это все. Я буду вам благодарен, я буду вам благодарен за обратную связь по моему ответу, это позволит вам начать работу над собой, это позволит вам, вот, ну, сформулировать первичную, так скажем, векторы работы психотерапии, психотерапевтической, вот, если вам интересно психотерапия, вот, так вот, просто, для себя, в данном случае, да, для своего собственного понимания, вот, и, если вы, если вы решите работать, да, если вы решите заняться психотерапией, то, соответственно, призывайте, вот, в качестве, в качестве вот такого старта, это очень неплохо будет, в качестве такой вот, ну, я бы сказал, точка, 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 точка. Вот, желаю вам удачи, вот, желаю вам всего самого доброго, обращайтесь за помощью, потому что самостоятельно, само собой, проблема не решится, вот, ну, а мы будем рады вам оказать эту помощь. Субтитры создавал DimaTorzok